И заполнять все места, которые пока еще, как вы видите, немного пустуют. Ну а прямо сейчас вот еще раз наши ведущие. Давайте знакомиться с хоккеистами, которые принимают участие в матче звезд. Может быть вы еще не в курсе и как-то не участвовали в голосовании или просто не следили за новостями. Мика Коскинен. Мика Коскинен – первый участник матча звезд, который появляется на площадке. Мика Коскинен – вратарь Новосибирской Сибири, представитель сборной Востока. И всю сборную Востока мы прямо сейчас с вами и наблюдаем. Константин Барулин – второй вратарь, который появляется на площадке. Следом за ним Андрей Зубарев, третий номер. Сейчас представитель Уфимского Салават Юлаева. И следом за ним партнер по команде Кирилл Кольцов, также представляющий Уфимский Салават Юлаев. Следом за ним Энвер Лисин, номер семь. Уже успевший провести пару матчей за ЦСКА, но здесь на матче звезд Энвер Лисин по-прежнему представляет команду «Адмирал» из Владивостока. Долган Жайлау, номер восемь. Борис Астана – это, насколько я понимаю, первый вот такой по-настоящему этнический казахстанец, который принимает участие в матче звезд. Ну а следом за ним капитан, капитан сборной Востока Сергей Мазякин, единственный хоккеист, который принимал участие абсолютно во всех матчах звезд континентальной хоккейной линии. Это шестой матч звезд в истории КХЛ, и абсолютно каждый матч мы могли наблюдать на площадке Сергея Мазякина. Следом за Мазякиным, за Мазякиным под одиннадцатым номером Юса Хиеттанин, Торпеда Нижний Новгород, и дальше под двенадцатым Юри Лехтеря. Сибирь, Новосибирь, Торпеда Нижний Новгород, и это второй матч звезд после предыдущего участия в Челябинске. Под шестнадцатым номером появляется на площадке Денис Паршин, еще один представитель Нижегородского Торпеда. Следом за Паршиным под двадцать четвертым номером Александр Попов, игрок омского авангарда. Ну а дальше, вот смотрите, под двадцать пятым номером выходит Денис Зарипов, который выгодно отличается от всех тем, что появляется на площадке специальной фейсболке, а не без шлема, так как это делают все остальные. Шон Хешко, номер двадцать шестой, защитник казанского акварца, также занимает свою позицию на синей линии вместе с партнерами по сборной Востока. Следом за ним Брэндон Баченский, номер двадцать семь, еще один представитель Борис из Астаны. Дальше следом за ним двадцать восьмой номер Денис Куляш. И я думаю, ни для кого это не секрет, ни для кого это не тайно, Денис Куляш будет принимать участие в конкурсе на силу броска. Один из победителей этого конкурса в предыдущие годы, рекорд на него отобрал Александр Рязанцев, но теоретически Денис Куляш сегодня себе это может звание вернуть. Ян Коварш, сорок третий номер, представитель Магнитогорского металлурга, появляется он. Дальше сорок четвертый номер на льду, и это Крис Ли из Магнитогорского металлурга. После этого выходит под семидесятым номером Егор Миловзоров, Нижнегамский, Евсенький, Миг, восемьдесят второй номер Евгений, Медведев, Казанский, Акварс. И восемьдесят восьмой номер это Якуб Петружарев, представляющий Кабаровский Амур, ну на матче звезд, по крайней мере, он представляет Кабаровский Амур, поскольку попал в состав еще будущий игроков именно этой команды. Ну и Федор Малыхин, девяносто восьмой номер, так же как и Данис Зарипов, в специальной бестусинке, появляется он на площадке, занимает свое место на синей линии, и таким образом все игроки в восточной спорте уже появились на площадке. Ну и тренеры, тренеры, Валерий Белов, наставник Казанского Акварса, вместе с ним Майк Кинен, обратите внимание, что Майк Кинен на этот раз появляется без Ильи Воробьева, хотя мы привыкли постоянно видеть вместе, но сегодня вместе с Майком Киненом и Валерием Беловым работает Дмитрий Квартально, представляющий Сибирь из Новосибирска. Ну вот таким образом мы и познакомились со всеми участниками матча звезд в восточной стране, и здесь игроки, и тренеры. Ну а теперь давайте посмотрим, кто же примет участие в этой игре в составе сборной с Западом. Вот эти самые парни уже здесь, в трибунном помещении, они готовы к тому, чтобы выйти на площадку, и прямо сейчас, когда их уже начнут объявлять, они вступят далек. Итак, сборная Запада, наверняка, именно за эту команду валить водильщики, которые собрались на трибуку, допустим, именно в Западной команде работают и играют представители Братиславского Слована. Итак, появляются на площадке хоккеисты ворота сборной Запада будут защищать. Ярослав Янус под 32-м номером, вот он, кстати говоря, представитель Слована, и Иван Лисутин, 48-й номер, представитель подмосковного Видизя. Появляются полевые игроки номер 2, Дэрис Куэйн, московский Спартак. Дальше следует за ним подрядным номером Богдан Киселевич из Череповецкой Северстали. Номер 6 это Денис Денисов из ЦСКА, ну а сейчас под номером 8 Александр Шозалиш, который сам еще пару лет назад был капитаном одной из этих звездных команд. Сегодня он просто защитник сборной Запада. Виктор Тихонов под 10-м номером занимает свою позицию на площадке. Виктор Тихонов из команды СКА, Санкт-Петербург, дальше налет, выходит под номером 16 Джеремслав. Также здесь на матчу просто представляет Минская Динамо, но мы знаем, что у Северстали на основном мотиве. Илья Куваньчук номер 17, вот он, капитан команды, тоже на площадке, занимает свое место. Ну а сейчас номер 18 Мирослав. Шаттл. Мирослав Шаттл. Вот он, любимец местной публики. Наверняка сегодня соберет еще самую порцию своих аплодисментов. Следом за Шаттл продолжает появляться в этой площадке мы уже с вами видели Максима Афиногенова, который сегодня так непривычно для многих под номером 31. Сальдон, следом за Феногеновым Кертис Костер, номер 55, а вот по 61 номером Милан Баркиночко, естественно, здесь Бурдиславе Феногенов отдал свой 61 номер представителю Словакии. 73 номер Максим Чудинов, СКА, Санкт-Петербург, 74 номер Николай Прохоркин, еще один московский армейский из ЦСКА, номер 77, Илья Горохов, представитель Ярославского локомотива. И все-таки Марцел Косса, еще один человек, который здесь, конечно, пользуется особой любовью. Марцел Косса, Натю Марцел Косса занимает место на сеней линии рядом со своими партнерами. Мы продолжаем представлять хоккеистов. И на площадке Лео Комаров, номер 87, и Джонатан Чичу, номер 14. Все, игроков всех я вам назвал, и также теперь знакомимся с тренерами команды. И возглавляют сборную Запада Олег Знарок, представитель московского «Динамо». И вместе с Олегом Знароком Юка Ялодин из команды СКА Санкт-Петербург, но и вместе с ними Федор Конорейкин. Федор Конорейкин, руководитель московского «Спартака», который вчера собирался было подраться в овертайме ветеранского матча. Но вот сегодня уже смело успокоит свои эмоции и будет руководить своими подопечными.